МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пора готовиться к выходным. Начать предлагаю с праздничной даты. В воскресенье все мамы отмечают свой профессиональный праздник и готовятся принимать поздравления. Подарки для любимых мам подготовили власти и организаторы городских мероприятий. В регионе будет много чего интересного. Так, например, в парках Иваново запланированы развлекательные программы с гуляниями и концертами, а в арт-школе пройдет мастер-класс «Бабочка» для мам и их детей. Начало в 14.00. После занятия у начинающих художников останется подарок – холст собственной работы. Подарить мамам можно и билет на спектакль «Русалочка», который состоится в координационно-методическом центре. Начало в 15.00. Для зрителей сыграют артисты театра «Юного зрителя». Ну а теперь расскажем о повестке дня для остальных членов семьи. Каждые выходные в приюте для собак и кошек «Зоу-37» волонтеров, людей добродушных, а главное неравнодушных, ждут хвостатые, которым нужна ласка и забота. Корма в приюте хватает, а вот желающих заняться социализацией животных – дефицит. До приюта и обратно в выходной ездит бесплатный автобус. Спешите делать доброе дело. К тому же животные – это тот подарок, который станет неотъемлемой частью вашей жизни. Дорогие наши зрители, дорогие ивановцы, мы приглашаем вас в эти выходные к нам в музыкальный театр, где вы сможете посмотреть прекрасные спектакли. В субботу мы будем давать прекрасную премьеру, новый спектакль, мюзикл «Робин Гуд». Будем рады видеть вас на этом спектакле. В воскресенье утром у нас будет идти «Кот Леопольд» или «Давайте жить дружно». Это прекрасная сказка, на которую мы вас тоже приглашаем. Ну а вечером наш театр дает прекрасную оперету Емра Кальмана «Мистер Икс», на которой мы вас тоже приглашаем и с большим нетерпением будем ждать. Прайм ММА возвращается! Ивановцы против сильнейших бойцов России. Пять сражений по правилам ММА. Два секретных поединка. Победителя определит шестиугольник. Шестиугольник. 29 ноября, 19.00. Арена цирка. Прайм 2. Битва сильных. Впереди большая история. Билеты в кассах цирка и Иванова концерт. На этой неделе в кино выходит детектив достать ножи. По сюжету большая английская семья собирается в доме успешного писателя, чтобы отметить его день рождения. И на утро именинника находят мертвым. Казалось бы, это завязка классического детектива, но далее сам фильм развивается не совсем по классическому сюжету. Здесь гораздо больше юмора. И несмотря на то, что все дело начинается с убийства, зрителям будет где посмеяться. Кроме того, хочу отметить, что в фильме зритель увидит много знакомых лиц. Например, роль детектива исполняет Дэниел Крейг, знакомый нам в первую очередь как Джеймс Бонд. Сюжет незатейлив. Известный романист Харлан Тромбри приглашает большую и разрозненную семью на свое 85-летие в надежде близких помирить. Однако во время вечеринки родственники обнаруживают бездыханное тело Харлана. Для расследования в поместье пребывает харизматичный частный детектив. И вскоре каждый в семье оказывается под подозрением. Может показаться, что подобный сюжет – очередная вариация на книге Агаты Кристи. Но снял и написал «Достать ножи» Райан Джонсон. А этого постановщика хлебом не корми, дай только перевернуть жанр с ног на голову. Нуарное кино строго не рекомендуется тем, кто ждет от него чистокровного детектива. «Достать ножи» – своего рода пародия, которая очень зло проходится по современности. Под раздачу попадают соцсети, экоактивизм и поп-культура. Смотреть нужно, если цените иронию и красивую картинку. Клубок запутанный, и мы не распутали его. Пока еще. У нас тут следственный изолятор и буфет. Анжела! В день матери 24 ноября мы пригласили многодетных мамочек, которые входят в ассоциацию многодетных семей «Колыбель», принять участие в празднике выходной для мамы. Ведь все знают, что зачастую мамам не хватает времени, а порой и средств на себя, на отдых, на красоту, на общение. И поэтому «Колыбель» решила подарить им такой необычный выходной, когда для них на благотворительной основе будут работать парикмахеры, стилисты, визажисты, мастер-классы. Мы подумали и о детках, которые будут в это время изготавливать подарки для своих мам к празднику. Еще несколько приглашений. Есть время на выходных и для массового спорта. Так, например, 24 ноября с 10 утра на улице Колотилова, 49, в областном центре пройдут соревнования по УШУ. Их проводит Ивановская Федерация. Это будет кубок, открытый для участников и, разумеется, для зрителей. Приходите. И в этот же день можно подумать о главном грядущем торжестве – Новом годе. В Центре культуры и отдыха ждет детское шоу с днем рождения Деда Мороза. Будет концерт, розыгрыш, много подарков для гостей. Вот и все, что я могу предложить. Если знаете о каких-то событиях, о которых мы не рассказываем, звоните и пишите в редакцию. Упомянем в следующий раз обязательно. Праздничного настроения. Ну и, конечно, увидимся на городских мероприятиях.